Бойцу с позывным Дэнди администрация Сургута собрала адресную посылку. В ней специальное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы и разведывательный квадрокоптер. Кроме того, ученица одной из школ города попросила передать для солдата письмо и рисунок. Все это подготовил к отправке заместитель главы Сургута Артем Кириленко. Посылка поедет на фронт в ближайшее время. Это далеко не первая посылка, которая уходит от работников администрации. Очень много направлено коробок добра. Это исчисляется в сотнями тонн за последние годы. Поэтому то, что мы делаем сейчас, это один из видов помощи. И сбор гуманитарной помощи, и выезд на приближенные территории в госпитали, и на освобожденные территории для того, чтобы питание раздавать людям. Сургут вместе с жителями всего региона с 2022-го помогает как бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, так и их семьям, а также госпиталям, мирному населению. В округе работают более 100 пунктов приема гуманитарной помощи жителям и военным. С начала СВО только гуманитарный добровольческий корпус направил почти 4000 тонн гуманитарного груза. В Сургуте принимают необходимые вещи, медикаменты, продукты по двум адресам. На проспекте Ленина, 67А и на Меликарамовой, 4-4. Хотелось отдельно поблагодарить наших неравнодушных земляков, которые ежедневно приносят помощь в Центр приемки гуманитарных грузов. Национально-культурные объединения, которые активно принимают участие в формировании данных грузов. А также Министерство внутренних дел России по городу Сургуту за оказываемое содействие. Администрация города, начиная от простых служащих, заканчивая руководителями различных уровней, также принимает непосредственное участие в комплектовании и отправке адресных посылок. Продолжение следует...